Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал на своей странице в Твиттер видеоролик, в котором поблагодарил работников Национальной службы здравоохранения за то, что они спасли ему жизнь. Его выписали из госпиталя Сент-Томас в Лондоне, где он проходил лечение от COVID-19. Изначально симптомы у него были умеренными, и он 10 дней провёл дома. Однако позже Джонсону хуже, и его отправили в больницу, где его пришлось поместить в реанимационное отделение. К аппарату искусственной вентиляции лёгких его не подключали. «Причина, по которой в итоге моё тело стало получать достаточно кислорода, заключается в том, что каждую секунду они следили и ухаживали, а также вмешивались, если мне это было необходимо. И теперь я знаю, что по всей стране 24 часа в сутки, каждую секунду и каждый час сотни тысяч врачей проявляют такую же заботу». Джонсон провёл неделю в больнице, включая три дня в реанимации. Теперь он будет продолжать восстановление в Чекерс – своей летней резиденции. Тем временем умерших от COVID-19 в больницах Великобритании уже более 10 тысяч. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. Он отметил, что ежедневная смертность от болезни в некоторые дни достигала почти тысячи человек. «Это печальный день в свете влияния болезни. Мы присоединились к странам, в которых более 10 тысяч человек умерли от коронавируса. И тот факт, что более 10 тысяч человек отдали свои жизни этому невидимому убийце, показывает, насколько серьёзен коронавирус и как важны усилия всех людей на национальном уровне». Директор Британского центра национального здоровья Англии Иван Дойл также отметила, что в Лондоне наблюдаются некоторые признаки стабилизации ситуации. Это означает, что в ближайшие дни эпидемия может пойти на спад. Однако в других регионах, включая Йоркшир, эпидемия только набирает обороты.